В эфире служба новостей Саров 24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Кражи и мелкое хулиганство. Как обстоят дела с детской преступностью в нашем городе? Спортивная и армейская подготовка. Чему учат в военно-патриотическом клубе разведчик? Битва лидеров. Саров скрестил клюшки со Спарта и Звачи. Далее расскажем обо всем подробно. В прошлом году на профилактическом учете в УДН города состояло 12 детей до 13 лет, 22 подростка 14-15 и столько же несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет. На какие правонарушения идут юные саровчане и какая ответственность им за это может грозить? Расскажем далее. В Сарове участили случаи хищения продуктов из крупных сетевых магазинов. Охранники чаще всего ловят несовершеннолетних с алкогольной продукцией, как правило, элитной или сладостями. Так, в отношении юного саровчанина сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела за неоднократную кражу шоколадок. Некоторых подростков ловили за руку больше 10 раз. Это возбуждено в отношении одного подростка, 17 лет ей исполнилось уголовное дело, у нее 15 эпизодов краж, то есть от мелкопримуских статей, это предусмотрен 158-й, прим-1, то есть это хищение. У нее практически все эти, не практически, а все хищения совершены из крупных сетевых магазинов, где она продукты питания воровала. Вторым в списке по количеству эпизодов идет нарушение масочного режима. Порой даже их объединяют. Товары из магазинов тащат несовершеннолетние без масок, что, к слову, облегчает сотрудникам правопорядка поиск нарушителя по камерам видеонаблюдения. Завершают тройку мелкое хулиганство. Так, в феврале этого года 17-летний юноша разбивал лобовые стекла автомобилей на парковке ТЦ «Куба», о чем писали во многих новостных пабликах. В состоянии алкогольного опьянения молодой человек повредил порядка 11 автомобилей. По трем материалам он будет привлечен к административной ответственности за умышленные повреждения чужого имущества, потому что там материальный ущерб не превысил 5000 рублей. А по нескольким эпизодам там будет возбуждено уголовное дело по 167-й. То есть умышленные повреждения причинили значительный ущерб собственнику. Многие преступления подростки совершают из-за недостаточной правовой грамотности. К примеру, большинство задержанных спешат рассказать правоохранителям о своих правах, но почему-то забывают об обязанностях. Нарушители трактуют строку «административная ответственность наступает 16 лет», как «пока мне не исполнилось 16, все дозволено». Но, как показывает практика, ни одно преступление или правонарушение безнаказанным не оставляют. Материалы дела эти передаются в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации. А там уже комиссия вызывает этого подростка с родителями, рассматривает в отношении, кто совершил правонарушение. Там уже выносят ему выговор, у него свое наказание, то есть выговор, предупреждение тоже, сообщение родителям, такие меры наказания. То есть со всеми, кто достиг и не достиг возраста, я имею в виду совершеннолетних, со всеми проводится профилактическая работа. Также в Сарове участились случаи употребления наркотических средств среди подростков. В сравнении, в этом году уже два несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков. За 12 месяцев прошлого года зафиксировали только три таких факта. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. В этом году тысячи студентов смогут получить господдержку в размере 1 миллиона рублей на реализацию стартапа. Согласно мировой статистике, каждый четвертый стартап, то есть четверть от всех запущенных, рождается именно в университетах. В России этот показатель составляет всего 3%. В будущем мы будем расширять количество грантополучателей. В 2023 году планируем поддержать полторы тысячи студентов. А в 2024 году около двух тысяч учащихся вузов. Правительство страны до 2024 года направит на эти цели 4,5 миллиарда рублей, сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Первая волна приема заявок на конкурс «Студенческий стартап» продлится до 11 апреля 2022 года. Отбор проектов будет проходить по семи тематическим направлениям. Это цифровые технологии, медицины и технологии здоровья сбережения, химические технологии, новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающие энергетика и креативные индустрии. В конкурсе могут принять участие студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, и готовые разработать новые товары, изделия, технологию или услугу на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований и имеющий потенциал коммерциализации. По словам Сергея Полякова, при экспертизе заявок главными критериями станут квалификация заявителя, его компетенции и достижения, а также технологичность идеи старта проекта. Число получателей регионального материнского капитала в Нижегородской области в 2021 году увеличилось на 20% по сравнению с 2020 годом до 5700 человек. Об этом сообщает Министерство социальной политики Нижегородской области. На эти цели с бюджета было направлено около 250 миллионов рублей. Для сравнения, в 2020 году на выплату регионального материнского капитала было направлено примерно 230 миллионов. Средство получило более 4700 человек. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 25 февраля в Сарове откроют пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Все желающие могут приносить предметы первой необходимости для беженцев Донецкой и Луганской народных республик в пункт приема по адресу проспект Музрукова, 22, дом книги, правая дверь. Наиболее востребованы средства гигиены, бутилированная вода, одноразовая посуда, детское питание, продукты питания долгого хранения, полотенца и постельные принадлежности. Одежда желательно с этикетками. График работы пункта сбора помощи – понедельник-пятница с 10 до 19 часов. За неделю с 12 по 18 февраля из базовых продуктов снова серьезно подорожало большинство овощей. Рост цен наблюдался на всю молочную продукцию. А вот свинина и мясо птицы опять снизились в цене, следует из данных Росстата. Лидерами роста цен среди молочной продукции стала сметана 0,9%, сливочное масло 0,7%, а также молоко и творог 0,6%. Более 40 тысяч россиян оформили медицинский сертификат по результатам теста на антитела COVID-19 за первые часы работы нового сервиса на госуслугах. Об этом сообщили в Минцифре. Напомним, для получения сертификата необходимо сдать анализ на антитела в любой из аккредитованных лабораторий. Положительным будет считаться результат с любым уровнем антител. Документ будет доступен в личном кабинете на госуслугах после подачи заявления. Сертификат оформляется на двух языках – русском и английском. Действует он 6 месяцев. Ранее сообщали, что сертификат можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации. Как отметили в Минцифре, с собой на сдачу анализа нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис УМС при его наличии. Уже больше 20 лет на базе Центра внешкольной работы функционирует военно-патриотический клуб «Разведчик». Его воспитанники занимаются спортом и армейской подготовкой, учатся выживать в полевых условиях, ориентироваться на местности. Подробнее о работе клуба расскажем далее. Для этих ребят слова патриотизм, родина, история родной страны имеют особое значение. Каждый из них однажды решил связать свою жизнь с военно-полевыми сборами, рукопашным боем, альпинизмом. Всему этому молодые люди учатся в военно-патриотическом клубе «Разведчик». В основном занимаемся десантной подготовкой, также ездим на Селиване по военно-приладному искусству. В последний раз в Глазов ездили на Арсенал, очень понравилось. Ребята проводят по правде всероссийские сборы, причем именно организуют союз десантников. Десантников в большинстве случаев такие вот. Ну, по крайней мере, то, что в Нижегородской области и в Удмуртии – две больших вещи. Разница прям. У нас вообще ничего не делается, там делается как бы очень хорошо. Александр занимается в клубе «Разведчик» четыре с половиной года. Сюда молодого человека привел двоюродный брат. У Александра есть мечта закончить школу и поступить в военное училище. «Научился я здесь очень многому. Например, тому же альпинизму. Вот мы ходим каждые выходные на пожарную часть, с вышки спускаемся. Да так еще на сборы ездим». Военный патриотический клуб «Разведчик» на базе Центра внешкольной работы существует более 20 лет. Сейчас его посещают ребята в возрасте от 5 до 18 лет. Заниматься спортом и армейской подготовкой юным армейцам нравится. У каждого есть любимые упражнения. «Мне нравится делать жучка, прыгать на лестнице, делать кувырки». «Мне больше всего нравятся кувырки и джамба, а еще приседания и пресс». Также в клубе ребята узнают историю нашей страны и активно занимаются спортивной подготовкой, учатся выживать в полевых условиях, ориентироваться на местности. «Занятия у нас бесплатные, да, свободное посещение. Мы занимаемся с понедельника и включая субботу. Мы очень рады, чтобы к нам дети приходили и мы с ними занимались». Посетить или стать участником военно-патриотического клуба «Разведчик» может каждый желающий до 18 лет. Достаточно просто прийти в клуб здоровья на силки на 10, дробь 1 или написать в сообщение группы. Ирина Вашегородцева, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. 50 метров вольного стиля, бутерфляя, кроля на спине и браса. В бассейне «Дельфин» прошли городские соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. Участниками стали юноши, а организаторами мероприятия – девушки. Подробности далее. У пловцов из бассейна «Дельфин» есть хорошая традиция – устраивать специальные ежегодные соревнования перед праздниками. В преддверии Дня защитника Отечества девочки-плавчихи и женщины-тренеры стали организаторами такого события для мальчиков. По итогу проделанной работы спортсменка выдадут удостоверение юного судьи. Мы разъединились на две команды и меняемся. Например, по стилю судьбы, по стилю судьбы, другие девочки. Участие в таких городских соревнованиях дает возможность спортсменам выполнить разряды. Ребята не могут дождаться старта, чтобы выступить перед ровесниками, тренерами и родителями. Мы приглашаем всех сильнейших пловцов отделения плавания от старшей возрастной группы до группы обучения. Они у нас занимаются с сентября месяца. Практически сейчас прошел период полгода. Хотелось бы посмотреть их результаты, которые мы вложились за эти полгода. В программу соревнования входили 50 метров вольного стиля, бутерфляя, кроли на спине и браса. Каждый спортсмен участвовал в двух личных дистанциях на выбор. Я занял первое место с результатом 25-32. Я считаю, это хороший результат. Я занимаюсь второго класса уже 9 лет. Я становился неоднократным призером областных соревнований. Городское соревнование, посвященное Дню защитника Отечества среди юношей, прошло успешно. Впереди женское плавание с мужским судейством. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В Ледовом дворце прошла очередная игра в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею высшей лиги между ХК Саров и ХК Спарта-Извачи. На льду столкнулись два лидера регулярного чемпионата, поэтому игра держала в напряжении болельщиков до последней минуты. Подробности далее. Праздник 23 февраля саровские хоккеисты провели по-мужски, на льду. ХК Саров скрестила клюшки с еще одним лидером регулярного чемпионата – хоккейным клубом Спарта-Извачи. Хотя Спарта и стоит на высокой строчке турнирной таблицы, но идет вне зачета. Поэтому в плей-офф не попадет. Но все-таки соперники вели серьезную борьбу. Первый период закончился со счетом 1-3 в пользу Вачи. Настрой всегда боевой, тем более с Саровым. У нас решалась игра, кто все-таки возглавит. У нас еще разница одного очка, поэтому настрой был боевитый. Игроков достаточно было, просто реализовали свои шайбы, а дальше по сути от обороны играли и все. Во втором тайме каждая команда забила по еще одной шайбе. А закончили игру со счетом 3-6. Хоть половину третьего периода Саров и играл в большинстве, но нашим хоккеистам так и не удалось перехватить шайбы у соперника. Для ХК Саров это второй проигрыш подряд после игры с Павлова. Были в первом периоде моментики, надо было забивать пустые ворота. Не попадаем, в обратку убегают, забивают. Поэтому второй вышли более-менее раскачанные какие-то такие. Сразу получили две, а потом бросились спасать Россию. Ну где-то не хватило мастерства, очень много удалений у них было, не реализовали. Хотя шанс был зацепиться при счете 5-2, делай 5-3. Там удаление двойное 4 минуты, 5-4 и чем как закончилось бы неизвестно. Несмотря на поражение, Саров продолжает лидировать в чемпионате Нижегородской области по хоккею высшей лиги. В рамках регулярного чемпионата теперь осталось еще две игры. 6 марта ХК Саров проведет домашнюю игру с командой из Княгинина. Уважаемые болельщики Сарова, передаю огромный привет всем. Поздравляю с 23 февраля. Желаю вам всего-всего самого хорошего. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин